Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Значит, если я вот так посмотрю, то что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь посмотреть на себя в контексте важного, значимого, мягко говоря, события глазами других людей. Это, как правило, свидетельствует о том, что человеку не хватает внимания. Как правило, это свидетельствует о том, что у человека есть вот такое чувство, что его, знаете, замечают, его не оценивают по достоинству, да, и, соответственно, человек не чувствует своей ценности. Это часто бывает всё таким чувством, что я не очень понимаю, какие у меня отношения с людьми. Не очень понимаю, как человек ко мне относится. Не очень понимаю, важен ли я для человека. Не очень понимаю свои ценности для него, ну и как следствие его ценности для себя. Тоже не очень понимаю. Да, может быть, она есть эта ценность, да, может быть, она ощущается достаточно высоко, но вот в случае первого, второго тоже несколько, ну, несколько, так сказать, смазанно воспринимается. Несколько не явно, к сожалению. Вот, и как результат требуется вот такое вот усиление. Это может быть в какой-то степени связано с, как вариант, уходом человека в себя. То есть, когда человек начинает как-то вот закрываться, закрываться в себе, закрываться от других людей, вот, закрываться от общения, закрываться от взаимодействия, вот. То есть, это вот часто бывает такой момент. Часто бывает это и при неком кризисе. Часто бывает, что кризисе. Часто бывает, что кризис, связанным с смыслом жизни, вот. Кризис, связанным с какими-то ценностями, ну, базовыми, может быть, ценностями. То есть, что-то вот, ради чего, для чего, вот это всё. Это может быть и вследствие определенной разочарованности жизни. Когда человек чувствует, что его ожидания не оправдались, например. Ну, в этом смысле, без необходимых ресурсов и без поддержки, вот. Человеку достаточно тяжело переживать, ну, какие-то вот моменты. Человеку тяжело, ну, оставаться наедине со, вот, своими переживаниями, вот. И, как результат, как результат, возникает подобные, подобные мысли, вот. То есть, ну, это вот, в принципе, можно сказать, вот, определенное кризисное состояние. Вот, и, в общем-то, говоря грубо, говоря грубо, ага, добавить, добавить особо к этому, мне, наверное, больше нечего. Потому что, как, вот, ну, как правило, как правило, всё это происходит, ну, вот, в рамках определенных жизненных ситуаций, в рамках определенных, определенных впечатлений, определенного опыта, вот. То есть, то есть, можно, вот, сказать, что, это следствие, то, что, вот, происходит с вами. Это следствие, но не первопричина. Вот, а первопричина, она, вот, в какой-то степени, ну, в другом. Да, вот, первопричина, она, ну, в других историях, она больше, именно, вот, про, про ваше восприятие опыта, и про ваше восприятие отношений с людьми, вот, про ваше восприятие себя. И, мне кажется, что, вот, вам бы, вот, вам бы помочь, в какой-то степени, да, помочь, ну, переключиться с, вот, этих моментов, которые вам сейчас приходят в голову, она более, так сказать, полное ощущение себя, своей ценности, чтобы, то, что у вас внутри, вот, ваше переживание, чувство, надежда, цели, чтобы это все стало реальным, вот, и чтобы люди думали о вас не только, вот, в таком контексте, в вашем представлении, да, но и чтобы это происходило в реальности, вот, и это было бы очень здорово. Ну, на этом нужно, на этом нужно ваше время, на этом нужны ваши усилия, вот, ваше желание, желание это делать, а я не знаю, если оно у вас, вот, и, по сути, то, что вы нам предлагаете, вы предлагаете, как бы, ну, погадать, потому что, любое, любая обратная связь здесь будет вероятностной, вот, с такой вот, знаете, возможности ошибки, потому что, у вас свой опыт есть, есть опыт, ну, необходимо учитывать, вот, вы его определенно, ограниченно показали, чтоб, понимаете, то есть, вот, вы говорите, да, я часто представляю реакцию людей, а, хотя бы, когда это началось, то есть, ну, вот, по времени, когда вы стали так делать, год назад, два года назад, ну, вот, может быть, меньше, может быть, больше, понимаете, как бы, то есть, это, ну, вот, это важный момент, на мой взгляд, и на это надо обязательно обращать внимание, понимаете, какая штука, вот, а если этого не делать, если, ну, если вы, вот, не будете этого делать, к примеру, вот, то, ну, ситуация будет довольно негативная, вот, как мне кажется, вот, вот, как-то, наверное, так, вот, какой-то, вот, такой, наверное, ответ, я мог бы вам дать, вот, с точки зрения психотерапии и с точки зрения психологии, вот, я прошу не следить как-то строго, потому что, могут быть ошибки, могут быть не состыковки, вот, это, на мой взгляд, ну, неизбежно, вот, потому что, информации очень мало, но если вы хотите в себе разобраться, если вы хотите как-то что-то, как-то что-то изменить, вот, то я думаю, что вам более чем можно помочь, вот, более чем можно помочь вам с, тем, 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 что вас беспокоит, беспокоит, но для этого нужно, ну, быть готовой к тому, что нужно работать, то есть, нужно именно, вот, меняться, нужно именно, вот, ну, быть готовой, условно говоря, к психотерапии, вот, если вы понимаете, понимаете, там, собственно, что я имею ввиду, да, вот, как-то так, я думаю, нужно ответить на вопрос, на ваш, который вы задаете, вот, на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это поможет вам начать работу над собой, это поможет вам лучше как-то вот себя понять, если вы, конечно, этого хотите. Вот, я вам, в свою очередь, хочу пожелать всего самого доброго, хочу пожелать вам удачи, я хочу пожелать вам успехов, я хочу пожелать вам успехов, чтобы вы к себе были внимательны, чтобы вы были к себе по возможности чувствительны и чтобы вы не обесценивали свою психологическую жизнь, потому что обесценить достаточно просто, а потом устанавливать достаточно тяжело, как это часто бывает. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь, если понадобится помощь.